Тольятти на несколько дней стал медийной столицей страны. В Автограде проходит престижный телевизионный конкурс «Тэфи-регион». День второй — это день мастер-классов. Матриотечные тележурналистики на примере своих работ рассказывают историю страны, учат ее анализировать и интересно подавать зрителю. Наши корреспонденты готовы поделиться подробностями. О том, что телевидение делают не только журналисты, зритель подчас даже не задумывается. Между тем, команды режиссеров, звукорежиссеров и операторов создают уникальную живую картинку на каждом телеканале. Поэтому не случайно первым мастер-классом стала встреча с членом гильдии операторов Иваном Помориным. В его послужном списке работа на телевидении и в кино, в игровом и документальном жанрах. Позже в интервью нашему телеканалу Иван признался, работать в теле документалистики для него сложнее, чем в игровом кино, по четко определенному продюсерами сценарию. Телевизионное, документальное кино, если это документальное кино действительно, мы говорим, оно может понести его куда угодно. Потому что есть тема, которая как бурная река. Вот ты в нее прыгнул, и чем бурнее тема, тем как бы у реки быстрее течение. И насколько хорошо ты плаваешь, насколько хорошо ты выгребаешь в этой реке, настолько далеко ты по ней уплывешь. Исторический ликбез уже для журналистов устроил Леонид Млечин, автор множества документальных передач и фильмов. Речь зашла о том, как стоит работать с темой войны, факты и только факты, документы, свидетельства очевидцев. Только на них должен опираться журналист, не позволяя себе оценок. С профессиональной точки зрения проект телеканала «Губерния» – хроники пропавшего бомбардировщика. По словам Медра, как раз такой пример. Вот одна работа у меня произвела колоссальное впечатление. Вот настоящее расследование. Вылетел самолет, исчез, и пропал, и все. И 72 года спустя находят, выясняют. Коллеги наши взялись, рассказали. Вот это вот, чтобы восстановили судьбу человека. Родственники, родственникам сообщили. Нашли их. Они будут знать теперь, как и что было. Вот это, я понимаю, работа. Если за образовательный блок сегодня отвечал Леонид Млечин, то мастер-класс по развлекательной журналистике провел Игорь Угольников. Он рассказал, как сделать программу конкурентной. В этом году с коллегами из других регионов в номинации «Развлекательная программа» конкурирует наша программа «Утро в губернии». Мы выполняем очень важную миссию. Мы заряжаем жителей Самарской области, Самарской губернии позитивом, бодростью. Ведь это очень важно. Как ты начнешь день, так он и пройдет. И наша миссия очень ответственная, как я уже сказала. Конечно же, хочется, чтобы мы, наша программа, наша команда, зарядила жюри позитивом, той самой энергетикой, которая позволит, может быть, нам выйти в финал. Напомню, сегодня и завтра на площадке Тольяттинского госуниверситета продолжается работа ТЭФ и регион. Телеканал «Губерния» стал информационным партнером. И сегодня в честь участников Всероссийского медийного форума наш канал даст официальный прием все подробности в вечерних выпусках. Нина Иванина, Алексей Вельмискин и Сергей Павлов. Новости губернии. Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова